приветствую вас дамы и господа это билд на камелию шаман охотник однодухов мастера всего ничего одновременно поехали первые 16 уровней нас будет интересовать именно в классе шаман охотников однодухов так что не будем медлить первую очередь качаем подвижным для того чтобы принятельный бой у нас работал также шаман чем особенность шамана он имеет шаман охотника на духов имеет духовное усиление оружия такое же например как усиление оружия у магуса работает по точно такому же принципу только опции там вернее здесь чуть поменьше чем именно у магуса но зато у нас сразу есть духовное усиление оружия оружия призрачная что позволяет нам атаковать по признакам по призракам без 50 процентного резиста на втором уровне получаем ледяную корку в первую очередь и берем ледяную корку банн защитник плюс 2 в самом первом акте в таверне продается кольцо которое удвоит этот показатель для плюс 4 продается он только в самом первом акте за 9000 так что купить надо обязательно продолжаем уровень 3 добиваем подвижность плутовство камелия может скрывать замки очень эффективно третий уровень нас в первую очередь интересует уклонение потому что камелия все милишник и атаковая сражаться будете на передовой книга заклинания шамана это помесь книги заклинания друида плюс книги заклинания жирца в первую очередь нас интересует дубовая кожа потому что ни у кого по дефолту нет этого заклятия в игре и прогрессия заклятия дубовая кожа растет быстрее чем молитая природная защита которого вы будете находить в игре на 12 уровне тоже будет плюс 5 в лучшем случае у вас там будет пара амулетов плюс 3 если повезет плюс один будет один плюс 4 тут у вас уже плюс 5 плюс камелия не носят амулеты так как этот слот у нее закрыт по сюжету и это закрепить для нее обязательно из-за интересного есть устучивости кеймера зрения коллективной там и так далее качаем в первую очередь ловкость потому что показатель ловкости дефолт на нее 19 потому что 17 плюс 2 от полу альфа 19 нам нужно отчетное значение будет плюс 7 подвижность плюс 4 отлично докачали на четвертом уровне интересует мастер битвы позволяет нам на восьмом уровне получить приручное оружие и на 16 плодил на 16 уверенное владение оружием плюс очень приятно то есть шаманы просто получает огромные бусты на восьмом на шестнадцатом левеле что очень важно также шаманов шаманов очень сильно интересует показатель харизма показатель харизма здесь он к сожалению очень большой но что есть то есть пятый уровень скрытность на пятом уровне нас интересует обращение со щитами потому как в игре единственное отменяемый баклер мы найдем только в третьем акте а тяжелые щиты будут уже чуть ли не самого начала не дуя не довольно хороши также мы получаем духовное усиление плюс 2 и третью книгу 3 уровень в книге заклятий третьем уровне нас интересует первую очередь оживить мертвецов снятие проклятий устойчивости тихи коллективное представлены действия яда коллективная но все вот это также мы получаем духовное усиление острое она является вариантом таланта креди улучшены критические удары насколько я помню да да улучшен критическим ударом то есть это работает ровно один в один как у черта лучше на критический удар так что ты черту можно даже не брать за всю игру лутовство скрытность первым физический уровень что нас интересует второй дух до фигни работать точно так же как у оракула вторая тайна нас интересует первую очередь именно природа потому что мы получаем дополнительное заклятие которое нас интересует это клиническая мантия спект волка спектр волка позволяет нам ранить противника с ног а клиническая мантия дает нас плюс 8 брони которые вы не увидите нигде кроме как в самом бою что самое интересное также на шестнадцатом уровне вы получаете верный зверь спутник это будет либо волк либо гепард но скорее всего волк потому что он более классный чем гепард на мой взгляд опять же мнение по этому поводу могут разниться седьмой левел уверенно владение оружием ходить она будет с рапирами всегда с рапирами в игре очень много шикарных рапир на четвертом левере получаете каменная кожа каменная кожа защита коллективная ложная жизнь божественная мощь это все очень полезные очень важен заклинание особенно каменная кожа которая будет который вы будете вешать на своего основного танка это обязательно тем более уныние школа преграждения идет с дебафом то есть одно одно заклятие стоит у нее 2 2 заклятия поэтому это более важно то есть вы вряд ли на него будете брать каменная кожа у камели она уже будет вторая мифический уровень в первую очередь нас интересует искусство владения оружием для того чтобы увеличивать урон от нашего оружия от ловкости они от силы у нас довольно маленький маленькая мудрость для прогрессии именно заклинаний так что рекомендую все-таки мудрость поднять как минимум на один мост мы не будем брать и бельный чары плюс бельный чары плюс 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 и так далее то есть мудрость хотя бы плюс один нам будет полезно и имею ввиду плюс один модификатор мудростью тек скрытность до 100 скрытность на восьмом уровне из наговоров нас интересует устрашающая демонстрация она равна черте демонстрация силы что позволяет нам открыть парлам защиты привычное оружие с привычным оружием опять же которому получили от нашей черты вот от нашего заговора мастер битвы выбираем рапиру мы получили убийца врагов 4d6 нанесения урона мы получили дух природы которых нас к сожалению очень сильно поможет и устрашающая демонстрация печи то 8 левел это очень очень круто на девятом левеле мы берем как раз таки правом защиты где же он где вот он и соответственно получаем одни из самых полезных заклятий увеличить животное пещерные клыки истинное зрение третий мифический уровень это естественно стихийный шквал 3d6 урона это очень приятно особенно сакрального который зараза не резистится десятый уровень и наговор первую очередь нас интересует боевой берег то есть он дает плюс 4 к защите плюс 4 плюс 3 плюс 2 плюс один против сильных противников самое на либо боевой берег либо просто берег на одно из двух что он больше всего нравится 11 уровень сказал 11 лучше критический удар мы не берем потому как мы его получаем из духовного усиления так дай бог памяти я все забыл ту 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 где же она где обращение со щитами были как этот талант называется зараза уверенное владение щитами но слепо шар и балбес 6 круг заклятишь но здесь интересует массовые бафы огромное количество массового бахов бафов камень кожа истинное зрение бафонов статую шикарно четвертый уровень что она здесь первую очередь будете интересовать в первую очередь на здесь будет интересовать поскольку мы все-таки на передовой точности у нас сюда хватает урон у нас и так в принципе не такой уж и плохой нас будет интересовать 4954 до доспех архимага пути рисовать доспех архимага и кастовать мы будем на себя доспех архимага через изделие защиты теперь добираем мудрость ради большего количества заклинаний так 12 уровень оберег оберег тавтология тавтология оберег позволяет нам добавить плюс 2 плюс 3 плюс 4 к защите на 3 на 8 и 4 на 16 к защите до того как она попадут это очень важно очень полезно к сожалению она не может оберег оставать на себя поэтому на себя это будет боевой берег она нашего друга просто берег наш основного танка имею ввиду 13 ловил обойти с фланга естественно получаем плюс 4 модификатор вместо плюс 2 естественно также на седьмом седьмом круге закрепим получаем ползучая погибель ледяное тело ползучая погибель это одни из самых сильных призывов игре потому что призываете вы мобов с типом рой пробить их довольно сложно мы также получать и ледяное тело извлечение один из самых сильных хилов игре это черт подери очень важно удовствуем плутовство очередной мифический уровень 5 ужишь так здесь нас будет интересовать так это у нас 455 дай бог памяти она здесь будет рисовать стоять до последнего тот случай если бедняку все-таки пробьют на такое может быть чтобы она не умерла все-таки на нечестной сложности урон x2 идет и множено это довольно неприятно это довольно много 15 уровень нас здесь будет интересовать хотел бы сказать да будет верхом защиты из 2 животного но на самом деле нет она здесь будете интересовать эксперт на мой взгляд это кстати очень богов на штука потому что мы имеем черты эксперт уже само начало эксперт плутовства но для того чтобы взять хранителя знаний как раз у нас должно это быть но почему-то эта фигня не работает так что данная ситуация мы возьмем на эксперт по скрытности или по убеждению дискрытность к чем скрытность так что будет эксперт по скрытности 8 круг здесь особо интересно вы ничего нету то есть реально такой очень проходную круг или за что огненная бурь вас может заинтересовать 7 круг 7 круг 16 уровень дальше будем качать ловкость 16 уровень нас интересует тайна длительных заклятий мы также получаем уверенно владение оружием плюс от нашего и от нашего мастера битва битвы то есть на 8 получили как раз таки дай бог памяти как это называется привычное оружие а на шестнадцатом получим уверенное владение оружием плюс это будет естественно рапира также на шестнадцатом левеле от нашего второго духа мы получаем на зверя это будет волк и на шестом физическом уровне нас первую очередь будет интересовать я беру 6 то есть где-то вы получаете в конце четвертого акта 7 и в начале пятого акта тут же 8 вот вы можете опять же если вы будете идти именно по мифическому пути до конца в отличие от меня вы можете часть здесь взять уклонение а на седьмом вечером уровне взять мифического зверя но поскольку у меня здесь мифический уровень 6 не знаю так в показательном севе я возьму мифического зверя вы можете взять наоборот опять же говорю взять уклонение уверенное владение привычное оружие все что вы считаете нужным чего вам не хватает в вашем прохождении я же возьму опять же как я говорил я возьму мифического зверя 17 левел простите немножко заговорился 17 это будет хранитель знаний уже здесь нас интересует лучше друг поскольку мы дальше не будем прогрессировать в классе шаман чтобы верность верятность не отставал мы будем мы возьмем лучшего друга книга заклинания шамана боевая черта неистовое падение позволяет добавить наш модификатор сбивания сног наш модификатор ловкости боевого маневра вместо модификатор силу будет плюс-плюс приятно чертовски приятно также мы получили 9 9 круг и на мой взгляд одно из довольно сильно богущих заклятий я возможно не совсем понял как он до конца работы смотрите когда существо попадает по вам атакой в ближнем бою вы можете совершить прерывающее действие ответы удар по рывам ветра вот здесь нет я н Viele лишь на может partido пофиксит может это и есть в пошаговом режиме здесь нет возможности совершить прерывающее действие потому что как это работает мир в потирки когда по вам попадает например вы маг по вам попадает вас есть вы можете совершить перерывающее действие и и скастовать заклятия щит то есть его заклятие уйдет именно в щит. То есть вы защитились от атаки. Вот. А здесь он не предлагает такого. Я не знаю, как это работает, потому что, то есть по вам должны атаковать. Вы вместо такого говорите, нет, иди к этому нахер, и наносите ему урон. А так уходит в никуда. Типа порывом ветра ее сметает, если он по вам попадает. Я не знаю, пофиксит это или нет, но у мобов это, кстати, фигня работает. А вот у вас не работает. Не знаю почему. Ведение будущего у нас, конечно же, интересует. Вас невозможно встать врасплох. Плюс 2 к защите, с паспортком по реакции. Опять же, эта фигня не работает, потому что вас даже по этой фигне можно встать врасплох. Извлечение массовое. Очень полезный. Очень нужный спелл. Хранители знаний. Выпущили плюс к навыку знания. Довольно проходной уровень, к сожалению. На третьем хранителе знаний. Если вы можете, кстати, взять... Где, где, где? Если у вас есть сила, можете взять стена щитов, например, и стоять вместе. Если... Можете взять прицельный удар, если у кого-то тоже есть такой прицельный удар, опять же. Я возьму живучесть. Потому что мы будем собирать билд вне зависимости от всей остальной пати, поэтому я возьму живучесть. Нас интересует капитальная черта вора. Фамильяр. Фамильяр ящерица. И наш последний уровень. Куда же мы его потратим? Ну, разумеется, это алхимик. Виви сектор. Ради еще получается 4, 2. 2. Еще 4 брони. И под конец можем добить харизму. А, простите. Куда мы харизму добьем? Ловкость до конца добиваем. Харизму. Харизму можно добить под конец. Конечно, можно. И шмоток. Что нас в первую очередь интересует? Давайте мы это все снимем. И шмоток в первую очередь. Что нас интересует? Ходить мы будем голым. Естественно. С наручами защиты. Пояс простенький. То есть я прям не беру какие-то супер шмотки. Например, где-то здесь интересно, если у меня кого-нибудь. Да, вот, например, пояс. А, пояс ловкости путешествия кому-то зажал, да? Да, видимо, пояс ловкости путешествия зажал. Ну, да ладно. Так, плащ. Вот такой вот плащ. Также из щитов нас в первую очередь будет интересовать именно тяжелый щит присущей уверенности. Я вот серьезно, я не помню, где вы его находите, но дополнительный модификатор боевых маневров это то, что нам нужно. Заклинания, которые нам нужны на первом уровне. Насчитывает мировоззрение плюс два. Добавляется благословление. Опутывание страха. Второй круг. Дубовая кожа. Третий круг. Магический доспех. Устойчивость к стихиям. Защита коллективная от яда. Приостановка действия яда. Ну, кто-то коще. В общем, все. Остальное по выбору. Четвертый круг. Божественная мощь. Камня кожа, опять же. Ложная жизнь. Темнистое тело. Почему бы и нет? Аспект волка, в первую очередь, она позволяет нам разбивать с ног, увеличить животное обязательно, потому что с вами будет пэт какой-то бегать. Можете вот так вот даже взять. И пещерные клыки обязательно. Обязательно пещерные клыки. Очень интересная и альтернатива урону. То есть она может как лучник стать издалека и кастовать просто. Защита мировоззрения. Истинное зрение коллективное. Савиная мудрость. Бычья сила. Медвижная стойкость. Орлиное великолепие. Каменная кожа коллективная. Люблю массовые бафы. Просто обожаю. Если у вас есть, будет продаваться где-то в последующих патчах кость динозавра. Берите кость динозавра. Легендарный размер. Если нет, то под определенные бои выбирайте. Излечение. Всегда приятно. Уходиная боль сюда. Обязательно. Еще ползучие или еще одно излечение. Что вам нравится больше всего. Восьмой круг. Океаническая мантия позволяет нам прибавить восемь к защите. Но она будет отображаться только в бою. Что самое интересное. Пугающий аспект. Можно взять пугающий аспект. Сначала, а потом океаническую мантию. То есть, что вам больше нравится. От пугающего аспекта вы в основном будете получать просто шесть к защите урона и десять на магию настойчивость. Плюс будет... Все будут входить в потрясение. Океаническая мантия вы будете получать плюс восемь к защите. На мой взгляд, она в первую очередь более интересна соответственно относительно всей остальной партии. А Угдиная буря на сдачу. Здесь метамагия на восьмом круге мы пугающий аспект. Метамагии приводим в девятый круг. И пугающий аспект он становится закреплением девятого круга. Ветровозмездие введение будущего и соответственно излечение массовое. Как мы качаем пэта это будет задира атлетикоподвижность низтовое падение в первую очередь естественно называть его будет единичка потому что мне лень как-то его обзывать. Верный звери задира и качаем нашего верного зверя до потолка. Третий уровень уклонение Четвертый уровень интеллект до трех обязательно без вариантов. Пятый уровень мастерства кулачного боя ради стиля журавля то есть верный зверь в первую очередь у нас будет танковать во вторую очередь у нас будет делать все остальное. Стиль журавля Так, тут надо быть очень внимательным смотрите на конечный результат. Но я рекомендую качать всегда ловкость потому что защита защита наша вся мертвые ддшники мертвый танк не наносит урона и не танкует. Крыло журавля 11 уровень как вы еще например можете прокачать вашего 5 уверенно владение оружием укус в первую очередь. Затем демонстрация силы где она опять же поэтому сразу боюсь 16 левела то есть не первого не третьего не четвертого а сразу 16 как вы его получили от духа природы улучшен критический удар нас не интересует нас интересует в первую очередь именно пролом защиты как мы как мы растем то улучшен критический удар укус да и живучесть под конец так быстренько отдыхаем бафаемся опять же из оружия он показывал что нас интересует да тиара на мудрость пояс и желательно тяжелый щит присущей уверенности я не помню где он так что вы уж извините как мы будем бафать на себе доспехи архимага в игре продается зелье магического доспеха его довольно много вы просто бахайте и уже соответственно магический доспех начинает работать то есть у вас дефолт там плюс 5 от наручей там по-моему где-то будет наручу плюс 8 максимум вы всегда их можете носить для того чтобы просто прикрываться по-моему где-то они в пятом акте будут если я не ошибаюсь лучше всегда их носить на всякий случай ну вот а тут магический доспех будет плюс 10 и соответственно в десятом рефическом плюс 14 что очень и очень важно из бафов на себя что нас интересует защита мировоззрения хаотическая плюс 2 защиты дубовая кожа на 12 левеле дубовая кожа уже идет плюс 5 камеля не может носить амулеты природной брони то есть где-то к 12 левелу они у вас где-то все плюс 3 а камеля может уже бафать дубовая кожа на плюс 5 это очень важно это очень важно действия яда ложная жизнь мне к сожалению нет алмазной пыли так что вы уж не обессудьте божественная мощь бафаем зверя бафаем дубовая кожа мать и пугающий аспект где не будущего метро возьми сделаем что нас еще интересует нас интересуют оружие острое всегда включенная для того чтобы наносить как можно увеличить диапазон нашего критая то есть так он у нас 15-20 бахнули а погодите я взял оружие острое что она мне баф уже висел простите от этот бабов работают от этого господин от прошлого сохранения богу и херня богу то есть у вас будет 15-20 как раз таки под оружием оружие острое огненное морозное грозовое все это ради баража чтобы эта фигня срабатывала вот один на ловкость бафнулись боевой берег это на себя далее что у нас еще интересует настройка оружия жалко мне все-таки нету защита разума потому что как бы шок все еще если шок камелио поймает то камели писяц 53 брони плюс 8 63 плюс 8 математика 71 плюс 3 74 довольно неплохо не правда ли я еще забыл на себя повесить а плюс 3 жил уверен фамильяр ледяная мутаген дубовая кожа уклонение пугающего и выберег введение будущего тяжело щит что жизнь на себя еще забыл повесить а четверо он висит а если пошел да он с боевым берегом стакается вроде все кстати было всегда интересно если я и ладно так еще blur 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 ну и в общем то и все но проверяем да все вот а наш верный зверь также ну бафом берегу драться мы будем воронительно убийцы врагов оружие убийцы врагов также у нас есть от духов битвы плюс получается плюс 3 к броскам на попадание и урон это очень сильно поможет вам например битва против сильно супер сильного противника с которым вы будете сталкиваться берега всегда можете кастовать на танка очень прикольно очень сильно помогает к сожалению до берег на себя к стану нельзя но почему бы и нет опять же она не стакается с кольцами как вы видите увы ях вот что еще что еще на вроде бы все проверяем дополнительно проверяем перепроверяем потому что я не хочу обосраться как это обычно бывает ну еще на сама самая основная блэза был да вроде все да вроде все а поэтому еще не бафнули ворус над и а и а и а а то и 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 мистер номер один акций еще хоста пойдем посмотрим что мы можем из себя представлять так ребята вы сразу в затуп опять же в ролика такую цель камелия камелия защита камелия 74 то есть да на киническая мантия ведение будущего щит веры мы еще не атаковали сражаться мы будем убранительно а мы камелия тоже что ли интеллект отключили это вообще промазал камелия защита 74 до загружили до дезориентация потрясен и оборонительный бой плюс 3 что там волчара камелия слишком толстенькая волчара зараза не пролазит ну тут вот одна такая камелия как он довольно неплохо на мой взгляд особенно для сюжетного персонажа и это каждый бой то есть это не на один бой вы забавались там двадцать тридцать и сорок тысяч разнообразных персонажей которые повесили на противника бабки баф и так далее то есть вы 11 завал или зее просто через атаку тут у пойдете нет мне нравится вот такие вот билды не то что вы все партии работает на персонажем просто забавились все и можете просто всех отправить через атаку и они будут выполнить свой основной функцией нанесения урона танкования nannesscene0 урона заклинаниями ileов в то такой но и так далее то есть все вот это вот просто забавиться и отправить на авто атаку 20 sites риском по крайнеймере такие билды мне нравится делать надеюсь вам понравился билд на камели на мой взгляд это один один из самых полезных персонажей относительно того что она уже в целом потому что огромное количество бафов которые она может накладывать который не может накладывать например дэйрон она может автанчить и 16 лавана становится просто красотка в нее появляется еще и волчаром сожалению на волкой все бафа не показал на показал как волк в принципе очень хорошо работает в билде у дэйрона если у вас сила еще является и например скальдом то там еще плюс 9 брони это вообще на прелесть прелесть просто прелесть надеюсь вам понравился билд и камели вот так вот